И, возможно, мы не будем думать об Иове, как о герое веры. Но если мы говорим, и я это говорю, я это утверждаю, что наша вера зависит от характера, от природы Бога, тогда Иов, он является героем веры. Потому что в начале истории о Беове мы видим, что он знает Бога. И в конце истории он знает Бога даже лучше. Давайте откроем начало книги. Иов, первая глава, первый стих. Был человек в земле Утса, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен. И удалялся от зла. Хороший парень. Давайте посмотрим на его семью, его владение. Семь сыновей и три дочери. Now let's look at his possessions. Его владение, какое было у него имущество. Семь тысяч овец. Три тысячи верблюдов. Пять тысячи волов. Пятьсот волов. Пятьсот ослиц. О, I guess they didn't count the male donkeys. Я думаю, что они не посчитали еще ослов. And a yoke of oxen, that's two. A yoke of oxen is a pair of oxen. Еще там, which verse is written? These, this word here where it says a yoke of oxen, there are two in a yoke. Ага, это у него было пятьсот пар валов. То есть пар, пятьсот пар. I don't know if you've ever seen one. I don't know if they have them over here. But a yoke is like this. And you put the ox, ox's head there. See, Kirk lied. Yesterday he said that, look at that face. Totally, I understand that face. But Kirk said that my daughter got the artistic talent from me. That is a lie. I don't know where she got the artistic talent. But so, this is a little ox. This is an ox. You have to believe me. Trust me. Take it by faith. And this is his little ox's neck. I mean, this is his body and his head. Okay? I am not selling this girl on this idea. You should see her face like that. That does not look like an oxen. And then here's another one. And then here's another one. I'll give him some eyes. And then see, there's his body and his tail and his feet. So, if you have a yoke, you have two animals in the yoke. So, if you have a yoke of oxen, you have two of them. So, he had a thousand oxen. Поэтому, у него было тысяча валов. In that culture, this is how they measured wealth. В той культуре таким образом измеряли богатство. They didn't measure it by how much money was in the bank. И не измеряли количеством денег в банке. Или же количеством земли, которое им принадлежало. They measured it by how many animals. Они измеряли богатство количеством животных. Он был богатым человеком. И также, количество благословений в вашей жизни измерялось количеством детей. And he's blessed. He has seven sons and three daughters. И у них, у всех, у его семьи были хорошие взаимоотношения друг с другом, у членов его семьи. В четвертом стихе сказано, что они сходились вместе, устраивали пиры и приходили в дом друг к другу. И в пятом стихе говорится, какой праведник был Иев. После одного из таких пиров, то Иев вставал утром и возносил все сожжения, чтобы убедиться, грехи его детей покрыты. И он был очень серьезен в своих отношениях с Богом. Вера его была не только на словах, но и на делах. И теперь приходят некоторые изменения в этой истории. И мы оказываемся перед троном Бога. Сатана приходит перед троном Бога. И Бог спрашивает, где ты был? Что ты делал? И Сатан говорит, я обходил землю, смотрел на все. И Бог говорит, заметил ли ты моего слугу Иева? Нету подобного ему на земле. Восьмой стих. Нет такого человека, такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И я хочу подчеркнуть это особенно. И Ев был праведным человеком. Сатана говорит, ну конечно у тебя боится, почему бы ему не бояться тебя? Ты устроил все так хорошо для него, у него нет никаких проблем в жизни. Мы бы в Америке сказали, что он попал на хорошую улицу. Это просто так легко, это так хорошо. Конечно он боится тебя. Конечно все так легко, все так просто. Почему бы ему не бояться тебя? И в 10 стихе. Сатана разговаривает с Богом. И он говорит, ты же поместил, Сатана говорит Богу, ты же поместил ограду вокруг него, я даже не могу прикоснуться к нему. Ты благословил дела его рук. И ты умножил все его владения. А теперь протяни свою руку против него, Бог. Ты берешь все его имущество, и он проклянет тебя. Бог говорит, ладно, забирай все, что у него есть. Но его не трогай. Тринадцатый, пятнадцатый стихи. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Киеву и говорит, в Аллее орали, аслицы послились подли них. Как напали савиане и взяли их, а отроков поразили острею меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Приходит еще один и сказывает, огонь Божий упал с неба, опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Поэтому дети пропали. Дети умерли. Огонь Божий упал с неба, опалил овец и отроков. Погибли сыновья и дочери. Теперь овцы тоже. Затем в 17 стих. Халдеи напали и бросились на верблюдов и взяли их. Верблюды, до свидания. В 18 стих. О, я еще забыла. В 15 стихе еще так же волы и ослицы тоже пали. И в 18 стихе сыновья и дочери погибли. Теперь 20 стих. Вот какова реакция Иова. Он получил ужасные известия. Он встал, разыграл свою одежду. Остригал свою голову. И это символизировало скорбь. Упал на землю. И что, он упал на землю, начал бить ногами, а землю начал верещать и капризничать? Нет, он этого не сделал. Что же он сделал? Он упал на землю. И поклонился. Он поклонился. Он провозгласил превосходные, неприходящие ценности Бога. И сказал, в 21 стихе, «Нах я вышел из чьего матери моей, и нах я возвращусь». Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословено. Благословено, пусть будет благословено имя Господне. Благословено, пусть будет благословено имя Господне. Мы должны поклоняться, независимо от обстоятельств. 22 стих. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Хорошо. Добрый работа, Джо! Хорошо, теперь мы возвращаемся к небесу. И Сатана возвращается. Бог спрашивает, «Где ты был?» И Сатан говорит, «Я был там везде, ходил везде». И Бог говорит, «Хей, have you thought about my servant Job? Did you notice him?» И он все еще верит в мне. Он все еще поклоняется мне. Несмотря на все то, что ты уже сделал ему. И Сатан говорит, «Конечно, да», Сатана говорит. «Забери его здоровье у него. Он не будет поклоняться тебе». Сатана знает что-то, что мы тоже должны знать. Он знал, что Бог давал Иову способность приобрести все имущество. И когда Иов был здоровым и сильным, то Иов мог приобрести больше. Так что Он сказал, «Забери его здоровье у него». Тогда он больше не заработает денег. А тогда Он тебя проклянет. И Бог сказал Сатане, «Бог сказал Сатане, ладно». Делай самое лучшее, что ты можешь. И Бог давал замечательный шанс, замечательную возможность Иову. Бог верил в Иову. Поэтому Сатана пришел, поразил Иову, проказываю. Лютую, от подошвы ноги, по самой теме. Я никогда не болела проказой. Но я знаю тех людей, которые болели. Я знаю одну женщину, у которой была болезнь на спине. Это было так болезненно, что она даже не могла прикоснуться к себе. Она была рана, тело было большое, и красное покраснение большое, и оно постоянно жгло жжение. И раз в неделю она должна была идти к доктору, они должны были выжимать весь гной, все, что там было на спине, очищать. Это неприятно. И у нее была только одна язва. А у Ева все тело покрылось. И в восьмом стихе он сел в пепел. И начал скрести себя, свои язвы. И приходит его жена. Девятый стих. Девятый стих. Сказала ему жена его, ты все еще тверг непорочности твоей, похули Бога и умри. Она ему помогает? Нет. Но Давайте поймем ее. Недавно только умерли все ее дети. Мы можем быть милостивы к ней. Но она не помогает Иову. Она говорит, просто покляни Бога и умри. И он говорит, ты глупая. Десятый стих. Но он сказал, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил ей устами своими. Он не согрешил своими устами. Одиннадцатый стих. Вот приходят друзья Иова. Елифаз. Вилдад. И Сафар. И сошлись, чтобы идти вместе с этого с ним и утешать его. Это были его друзья. Они говорят, да, давайте соберемся, надо пойти его утешать. У них было хорошее сердце. И тринадцатый стих. Семь дней, семь ночей они сидели с ним на земле. И никто не говорил ему даже ни слова. Семь дней, семь ночей они просто сидели там. В это время с ними было все хорошо, все в порядке. Все ухудшилось только с того момента, когда они свой рот открыли. Урок для нас. Когда кто-то проходит через какой-то скорбь, какую-то печаль, через которую вы не прошли. То закройте свой рот. Будьте осторожны с тем, что вы им говорите. Любите их. Откройте рот свой для того, чтобы сказать, я люблю тебя. Но только не говорите им, что вы понимаете, когда на самом деле вы ничего не понимаете. И вы не можете говорить им, Бог в благах. И если они такие, как Иов, они это сами знают. Просто идите, находитесь рядом с ними. Не надо им проповедовать какую-то проповедь. Идите, находитесь рядом с ними. Было ли у вас такое, когда к вам приходят, начинают вам проповедовать, когда у вас боль внутренняя? Помогло ли это вам? Потому что, если ваше сердце в такой печали, в такой скорби находится, то ваши мозги, они не способны принимать и думать, и обрабатывать всю эту информацию, даже если она хорошая, хорошие новости. Вы можете перенести, вы можете обработать любовь внутри себя. И затем, возможно, спустя некоторое время, вы сможете сказать то, что Бог вам говорит. И если Бог вам ничего не говорит, никакие слова не говорит передать другим, «Закройте рот». В Америке у нас такое выражение есть, «Застегните свой рот». Просто любите их. И в третьей главе Иов говорит, я так сожалею даже, что я вообще родился на свет. Его сердце сокрушено, разбито. Почему я вообще не умер, когда я еще только родился? Я хочу взять, просто секунду, посмотрите в Иова, 3 глава, 25 стих. Ибо ужасное, чего я ужасался, что и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Есть некоторые люди, которые любят Иисуса всем своим сердцем, которых я люблю тоже. И они берут этот стих, и они скажут, что противоположность веры – это страх. И либо вы можете верить во что-либо, и это произойдет в вашей жизни. Или же вы можете бояться что-то, страшиться чего-то, и это придет к вам тоже. Как магнит притянете. Верой притянете. Или же страхом. Я не верю в это. Я не верю в то, что имеет в виду этот стих. Я не верю, что все это произошло с Иовом из-за его страха. Тогда мы будем такими же, как его друзья, такими плохими, как его друзья. Библия говорит, что противоположность веры – это неверие. Вера – это доверие Богу, вера в Бога. Поэтому противоположность веры – это неверие. Причина, по которой меня это учение так беспокоит, мы начинаем бояться бояться, то есть бояться чего-либо бояться. И мы не знаем, как относиться к нашим страхам. Прочитайте Псалмы и увидите, как относиться к страхам. Я начинаю вспоминать некоторые стихи сейчас. Когда я страшусь, когда я боюсь, я буду доверять Тебе. И Давид относил все свои страхи и боязни к Богу. Поэтому, когда я боюсь, когда я страшусь, мне нужно сказать Богу, Бог, я боюсь. Здесь страшно, я напуган. И затем позволить Богу утешить меня. А если я буду принимать эту идею, буду или я верить во что-то, или я буду страшиться чего-то, то и придет. Тогда, когда я буду бояться, я боюсь, я напуган. Нет, я не боюсь, нет. Бог, я не страшусь, Бог, я не страшусь. Это ложь, я страшусь на самом деле. И я не хожу в истине. Тогда, если я не хожу в истине, Бог не сможет прийти и не сможет утешить меня. Я построила свой маленький мирок. И как Иисус сказал, что Отец ищет поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине. И нам не нужно говорить миру, что мы боимся. И нам не нужно давать объявления, рекламу газеты, что мы боимся. И не надо каждому говорить встречному на пути, что мы боимся чего-то. Это не умно будет с вашей стороны. Но нам нужно говорить об этом Богу. И когда я отношу все свои страхи к Богу, и Бог говорит мне, не бойся. Бог говорит, не бойся, а я это не приму, откажусь, не боюсь. И тогда я просто непослушна. Я продолжаю все в том же духе, я боюсь. Будет время, Бог придет и скажет, доверься мне. Доверься мне. Если я скажу нет, я не буду тебе доверяться, то я, скорее всего, сосредотачиваюсь на своем страхе. И вот так возникает грех непослушания. И все мои страхи не являются грехом. Но отказ принять Божие утешение, вот это может стать грехом. Ну, конечно, это не извинение, чтобы быть поглощенным страхом и никуда не двигаться. Помните, что вера, она всегда приводит к каким-то действиям, поступкам. То, что мы верим насчет Бога, в отношении Бога, будет влиять на то, как мы будем распоряжаться своей жизнью. И несколько глав, где эти три друга, Иова, они по очереди начинают объяснять ему его ситуацию. И то, что они говорят о Боге, это правда. Но они приходят к очень неправильным выводам. Вот что они делают. Два плюс два равно четыре. Но проблема в следующем. Что есть еще одно число впереди. То число, которое знает только Бог. Поэтому у них нет всех фактов на руках. А на самом деле ответ. А на самом деле ответ 109. Но у них всех фактов нет. И никогда они не придут к верному заключению. И поэтому нам нужно быть очень осторожными и не отвечать вместо Бога. Мы не можем, если мы хотим быть эффективными служителями для Бога. Мы не можем полагаться на свою логику. Я не хочу уделять много времени этому моменту. Но я пощаю вас прочитать всю эту книгу Иова. Прочитайте то, что говорили эти его друзья Иову. Вы можете увидеть, что там есть определенная логика. Бог такой, Бог такой. Это правда, это правда. Поэтому Проблема такая. Ты, Иов. Ты сделал что-то неверно. И ты виноват во всем. Бог благ. Проблема в тебе. Ты замешан. Это неверно. Это неверный ответ. Логический. Неверный ответ. И будьте осторожны, когда вы служите людям или консультируете людей. Не полагайтесь на свою логику. Притчи 3, 5, 6. Запомнили наизусть эти стихи? Если еще не запомнили, то должны. Полагайся на Господа всем сердцем твоим. И не доверяй своему разуму. Во всех своих путях. Признавай Его. И Он направит твой путь. Это лично, как для вас. И для любого вида служения, которым вы занимаетесь. Я знаю некоторых людей. Которые доверяют Богу своей личной жизни. И когда они находятся в служении. В сфере служения. То они будут полагаться на то, что они знают. И если мы хотим быть телом Христовым. Тогда таким же образом мы можем с успехом быть психологами. Мы хотели бы дать им Божий ответ, Божий совет. Окей. И Ев защищает себя. Вы бы себя тоже защищали. Я бы так же себя защищала. Мои дети умерли. И теперь я даже без копейки в кармане. И я знаю, что я ничего неправильного не сделал. Это не моя вина. И иногда, когда мы можем проходить через какую-то серию трудностей. Возможно, люди не будут обвинять нас. Но я даю вам гарантию, что враг вашей души будет обвинять вас в вашей голове. Ты называешь себя христианином? Это бы с тобой не произошло, если бы это на самом деле следовало за Богом. Я имею в виду, эта сестра заболела. Как она могла заболеть, если она на самом деле верит Богу? Она заболела, потому что вирус подхватил какой-то. И она уже выздоровела, слава Богу. И враг будет нас мучить в наших мыслях. Он будет обвинять нас. И также он будет обвинять Бога. Если бы Бог на самом деле любил тебя, то Он бы не позволил, чтобы ты заболела. Это то, как Он действует. И поскольку Эдемский сад. Со времен Эдемского сада, существования Эдемского сада, Сатана продолжает атаковать Бога. Их качество Бога. Бог не благ на самом деле. И Он не хочет, чтобы вы были такой, как Он. Он же еще прячет этот плод один от тебя. Он не благ на самом деле. Он боится, что ты будешь такой, как Он. Они уже были созданы по Его образу и подобию. Они уже были похожи на Него. Но Сатана все-таки атаковал качество, характер Бога. И если мы хотим быть людьми веры, нужно понимать те способы, какими Он атакует нас. В вашем уме, вашем разуме. Найдите эту ложь, которую Он говорит вам. О Боге. О Его характере. О Его способностях. О Его любви к вам. И затем найдите ложь, которую Он говорит в отношении вас. Ты недостаточно хороший. Бог просто не может тебя любить. Ты все сам напортил. Вот то, как Он борется с нами. В нашей голове. И иногда Он также будет использовать влиятельных людей. Как эти три друга Иова. Они же были друзьями. Я не знаю, кто бы пришел со мной сидеть три дня и три ночи. И молчал бы все это время. Это удивительно. Поэтому они все-таки хорошие друзья. Поэтому они все-таки хорошие друзья. Поэтому они все-таки хорошие друзья. И происходит этот диалог. В midst of Job, there are some passages that we love. The one that I want to notice is Job 19, 25, and 26. Девятнадцатая глава. Я хотела бы заметить стихи 25 и 26. Would you read it? А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я воплоти моей узрю Бога. I know that my Redeemer lives. Я знаю, что Искупитель мой живет. He shall stand at last on the earth. Последний день Он восстанет из праха. And after my flesh is destroyed, this I know. Восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. In my flesh I shall see God. И в плоти моей я увижу Бога. Wow. That's faith. Это вера. When you're going through the difficult times. Когда вы проходите через трудные времена. Sing this song. То пойте это. Sing it, make up your own tune. Сделайте свою собственную песню, свою мелодию. Sing this song. Пейте это. Пойте это. In my flesh I will see God. В моей плоти я увижу Бога. My Redeemer lives. Мой искупитель живет. He is not a dead Jesus. Он не мертвый Иисус. He is coming back. Он возвращается. And He is going to stand on this earth. И Он встанет на этой земле. Я увижу Его. Hallelujah. Awesome, God. We win. We win. We win. Now, in verse, in chapter 32, another person enters this story. He just shows up. Просто так, внезапно появляется. And He is responding to some of the things that Job says. And He... Okay, keep going. I'm sorry. But He is also responding against some of the things these three friends have said. Now, when I looked at the end of Job, God is angry with the three friends. But He doesn't mention being angry with this guy. And also, Он не зол на этого парня. Elihu is his name. Его звали Еле... Еле... Еле-У. Еле-Уй. Еле-У. Я могу сделать такое заключение, И после его слов. И он говорит в нескольких главах. 33, 34, 35, 36, 37. И в 38 главе говорит Бог. И что говорит Бог Еву? Ев, что ты думаешь, кто ты вообще такой? В 39 главе говорит Бог Еву. И до начала 40 главы. Слышь, парень, ты где был, когда я творил землю? Ты что будешь меня упрекать? 40 глава, 2 стих. Припаяшь, как муж, чесла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Вот Бог говорит. Возникли ли у Бога какие-то проблемы, когда Ев задавал вопросы? Я не думаю. Он на самом деле большой Бог. И он может прийти и исправить Иова, когда необходимо. И в 4 стихе Иев говорит. Вот, что он сказал в 4 стихе. И затем Бог дальше еще говорит с ним. И в 42 главе. Иев говорит, я каюсь. Я изменяю свой образ мышления. Я буду думать по-другому. Теперь я по-другому это вижу все. И это самая прикольная часть. Самая классная. Бог говорит, я зол на твоих трех друзей. И он говорит, вы должны помолиться у Иова, чтобы он помолился за вас. Я люблю. О, как мне это нравится. Ева помолился за них. Двенадцатый стих. Благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И теперь у него было 14 тысяч овец. Он получил 6 тысяч верблюдов. Он получил 1 тысячу пар волов. Он получил 1 тысячу ослиц. Он получил 7 сыновей. И 3 дочери. Он умножил все на 2. Я хочу рассказать вам историю одну. Когда я была еще моложе, я прочитала книгу Иова. У меня были дети уже. И я никогда не смотрела на цифры, на числа. И я думала, Бог, если ты заберешь моих детей, ты же никогда их не заменишь. Если ты заберешь моих детей, двух, то дай мне двух вместо них. Any mother in this room is going to tell you that's exactly the case. You mean two more, two and two more? Four? Well, no. If I have two children and they die, then how much you would... I have no children. If God gives me two more children, I might love those two new children, but they do not replace the two I lost. Если мои двое детей умрут, у меня не останется детей, тогда просила бы, чтобы Бог мне дал двое, двоих детей, но они бы никогда не заменили моих прежних детей. I wrestled with this. Я постоянно боролась с этим. God, Job's children. Бог, как же насчет детей Иова? Those seven sons and three daughters, that died, you can replace sheep, camels and oxen, you can't replace children, how is that okay? Как же это можно исправить? Как с этим можно смириться? Finally, God said, Karen? Я только получила такой ответ. Karen? Where is Job now? Где теперь Ев находится? He's before your throne, God. Он перед твоим троном, Бог. Karen? Karen? Where are Job's children? Где дети Иова? All of them? Все они. Где? We have two groups of seven and two groups of three. Теперь два по семь и два по три. They're all before the throne. Они все перед троном. They've been there for thousands of years. Они там находятся уже тысячи лет. So while you're wringing your hands, worrying about it, и в то время, когда ты вытираешь свои руки и беспокоишься об этом, они перед моим лицом поклоняются мне. I was like, oh, okay. О, хорошо, Бог. Okay. God is fair. And if you check the numbers, Бог справедлив. Он умножил, 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 и это тоже умножил. Количество детей Он тоже умножил. Because they're before the throne now. They're part of the cloud of witnesses. Потому что они сейчас перед троном Бога. Они являются тем облаком свидетелей. Мы должны иметь ту же точку зрения, как и у Иова. Давайте помолимся. Father, I thank you that you are a good God. Отец, благодарю, что ты благой Бог. Father, in the difficulties that we face, и те трудности, с которыми мы сталкиваемся, we want the faith of Job. И мы хотим иметь веру Иова. И мы хотим доверять Твоему характеру. Мы хотим доверять Твоему Слову. Ты благ. Ты справедлив. Father, as we ask you questions, even as Job did, и когда мы будем задавать тебе вопросы, как и Ев, I thank you, that you are going to answer us. Благодарю, что ты ответишь на эти вопросы. You may rebuke us. Возможно, ты нас упрекнешь. But your rebuke, ah, just is so sweet. Но твой упрек, он просто очень нежный. Because when you rebuke us, you bring us to repentance. И когда ты упрекаешь нас, ты приводишь нас к покаянию. You change the way we think. Ты изменяешь наш образ мышления. Спасибо за Твою благость, которая ведет нас к покаянию. Во имя Ишуа.